Ребят, всем привет! Сегодня у нас годовщина с мужем, 11 лет, как мы познакомились. Мы эту дату тоже... Причем, всегда ты помнит он у нас, и мы эту дату тоже отмечаем, потому что познакомились мы, и между свадьбой у нас где-то 3 года было, да? Долго я замуж не шла. Протираю лицо тонечком, как обычно, да? 0,7, 79. Я всегда люблю двумя протираться, все здорово, великолепно. Далее, что я делаю? Я уже тороплюсь, потому что сегодня у меня ходило к мануалу, и вот про эти простуды я вам говорила. Вчера они были очень яркие. У меня муж, дочь, свекровь и свекр все соплями покрылись, поболели сколько-то, а у меня вот, наверное, из-за того, что я пью «Секреты Востока» и мономодулятор, у меня просто вот простуды повыходили по лицу, и все. Итак, далее, что я буду делать, это наносить такой вот праймер наш новый, увлажняющую сыворотку-праймер. Она дает свежесть, длительное увлажнение, выравнивает, разглаживает кожу, легкая гелевая текстура, быстро сохнет и не липнет. Давайте же посмотрим с вами. Она действительно быстро сохнет. Кстати, вот я наносила автозагар при вас на обзоре. Я вам обещала, да, это показать, выложить. Вот, смотрите, я неровно нанесла, и вот так вот получилось. Но автозагар, он действительно работает. То есть я вот так поверх, он проявляется со временем, и чем темнее вы хотите быть, тем больше надо получается. Так, вот такой вот он, да, это наша новая сывородочка. Будем смотреть. Есть еще матирующая, она более-таки ответственное мероприятие. Конечно же, я матирую, я матирую, я буду лицо, потому что мне тоже очень-очень понравилось. То есть она такая не густая, не жидкая, средней такой, видите, консистенции. То есть сильно она не растекается. И что мне интересно, вы знаете, с нее кожа как будто бы лучше становится. Давно лимфу не гнала, да, щечки. А, щечки, щечки, щечки. Вот, ну и, да, то есть вот в такой пипеточке, в стеклянной упаковочке. Мне, конечно, нравится она. У меня больше всего, конечно, шея, вот эти кольца Венеры. У нас всей семье получается. Кстати, она экономная. Вот это третий раз, да, смотрите, расходуется вообще немного. В общем, нравится она мне полностью. Вот, хочу еще ответить на все на ваши вопросы. Обязательно на них отвечу, их очень много в Инстаграме. Вот, честно сказать, я как-то вот иногда не успеваю отвечать на каждый вопрос индивидуально в своем Инстаграмчике. Почему, ребят? Потому что, ну, бывают моменты, когда я разрываюсь, и тут было столько много новинок, что вы просто с ума сойти. Так вот, смотрите, прям захожу в архив, и сейчас архив прогрузится. Невозможно обновить ленту, а я отключила интернет. Сейчас архив прогрузится, и я на все ответы ваши отвечу, мои хорошие, в Инстаграм, который вы задаете. И, кстати, обратите внимание, да, то есть я на эту сторону наносила этой рукой. Та-дам! У меня не отмывается. Да, то есть вот это вот наш автозагар. В принципе, ребят, он реально стойкий, потому что руки я сегодня уже раз восемь помыла, и видите, вот эти щелки, я их не промазала, потому что я вот так вот сделала, вот так вот провела, и давай дальше снимать обзор, потому что он полностью впитался, он не липнет, и я как-то про него забыла, про этот 2695, а потом получилась такая вот, да, такая вот ерунда. Но тут, конечно, вообще смешно. Но я теперь знаю, как он работает, и я теперь знаю, что нужно с ним поосторожнее. Хотя на коже первый раз, как вы видели, его вообще видно не было. Кого вот интересует такая удивительная вещь, кстати, очень ровно получилось, да, вы помните, я тут и сводчи делала, и все, но получилось реально ровно. Вот, это вообще здорово, 2695 артикул, 100 мл. Вот, побаловалась я, на славу вообще. Ну, во-первых, первый вопрос, который у меня был, самый последний, я у вас спрашивала, что вы делаете с хейтерами. Очень многие ответили на них, но некоторые пишут, что выводят из себя нервничать, но хорошая память, ну хорошо, что память плохая, на третий день забывают. Вот, да, то есть и получается так, 6661 из-за своих, это новая кисточка, она не под тональный крем, но мне ей понравился тональный крем наносить, ребят. Ну, то есть вот так вот потихоньку берете, очень ровно, очень классно, прям изменяю своему спонжику. Вот, и что хочется сказать вам про действительно хейтеров, это люди, которым чего-то не хватает жизни, и они ищут способы самореализоваться. Это слабые люди, это люди, которые зависят от того, что вот кому-то похуже, чем им, и их это радует. Вот я лично очень часто раньше встречала людей, которые говорили, ну вот там, допустим, вам пожалуешься на что-нибудь, да, например, расскажешь какой-то боль, там, знаете, там, допустим, вот Вика там плохо говорит, там, сколько можно ждать, там, устала, так хочется уже побыстрее, и вот они начинают говорить, ой, вон у некоторых вообще там дети, еще хуже твоей, вон, посмотри-ка, да, то есть, ну, и начинают вот это вот, я говорю. И вот в основном такие люди и бывают хейтеры, которые думают, ну, я еще ничего, а у кого-то там вообще беда, да, бедовая. И что получается? Тут у меня еще кошмар, вся в простудах, даже не знаю, что лучше, сопли или простуды. Что, ребята, выберите, если уже вот прям выбор без выбора? Ну, вот, и вот действительно я на хейтеров внимания не обращаю, потому что ни один счастливый, счастливый человек, он не будет хейтерить никогда, ни при каких условиях, ни в коем разе, потому что, ну, не будет, просто не будет у него, не будет для этого повода, вот. Вот, и вот хочется проработать именно тех людей, кто переживает, да, то есть, кто, и вот у вас что-то не получилось, хейтеры обрадуются. Вот, знаете, когда мне дало в спину, есть люди, между строчек, вот они мне пишут, и между строчек я вижу, что они ждут. Сколько набрали, спрашивают, как у вас дела, там еще что-то, что там, как теперь поедете на отдых, да, то есть, ну, начинаются вот такие, вот, знаете, вопросы, что едите, да, то есть, ну, есть люди, которые всегда найдутся, чтобы они, ну, вот, как-то бы вот возвысить себя, чтобы у вас было хуже, чем у них, и им это безумно-безумно нравится. Поэтому, вот, если вы действительно хотите удачи и успеха, я вам советую чаще слушать успешных, удачных, тех, кто уверен в себе и заражаться этим. Это очень-очень правильно будет с вашей стороны. Но если вы будете слушать тех, кто хочет, чтобы вы были ниже них, статусно, материально, морально, да, то есть, без разницы, чтобы вы были там их, не знаю, там, толще, например, да, ну, всяко бывает, да, там, со внешностью, может быть, то счастливы не будете ни вы, ни они, и почему какие-то незнакомые вам люди должны вас унижать, принижать и так далее, да, то есть, мне говорят, вы плохо одеваетесь, у вас нет вкуса, вы за собой следите, а одеваетесь, вот, нет вкуса. Наймите себе стилиста. Какое ты право мне имеешь, допустим, ну, вот, если этот случай разобрать, давать мне стилиста, нет у меня таких ценностей в жизни, нет, вы должны соответствовать своему чеку, я соответствую своему чеку, созваниваюсь, веду вебинары, веду планерки, я делаю все, но человек недоволен тем, что я, вот, надела вязаную кофту вместо пиджака в Беллс-клуб, а что я должна была одевать в клуб с шариками? Капроновые колготки и платье? Извините меня, не смешно ли это, не смешно ли это вот так вот себя вести, да, то есть, ну, я думаю, вы меня поняли. Вот, поэтому сейчас, на данный момент, я вот просто, ну, не знаю, не люблю просто таких людей, и я всегда их в блог, причем она мне отвечает, а я, говорит, не хейтер, ну, а кто ты, если тебе не нравится моя внешность, отпишись от меня и не лезь ко мне, и займись своим делом, и вообще не может человек диктовать другому, что надеть. Мне нравится, приезжай, снимай, покупай, я поношу. Да, то есть я это часто. Вот, еще такой совет от Олеси, еще хейтеров можно пародировать, да, прикалываться над ними, пародировать, я согласна. Опять-таки пишут тфу-тфу на них, тфу на них, вот. Я не хейтер, фаберлик люблю, стиль должен соответствовать вашей должности. Какая у меня должность? Я работаю на себя и никому ничего не должна. У меня договор с компанией, мне компания деньги переводит за указанные услуги. Я могу эти услуги указывать, могу их не оказывать. Я не наемный работник, и у меня нету дресс-кода. Я могу вот так вот в домашней одежде просто сесть и с вами пообщаться. Это обычный халат, это обычная пододевалочка, да, кимоно такое вот зацепилось тут за это. Вот, я сижу так, как мне нравится. Я дома, ребята, я кайфую от того, что я работаю дома. Это такой кайф, вы не представляете. Да, я возьму пудрочку Блёр, артикул 6459. Хорошо очень убирается эта кисть и прямо раз-раз. Вы знаете, появляется очень-очень ровненько, да, я вам в обзоре показывала, что там были антеночки. Я еще ее не подстригла, но глаза, когда я припудриваю, я их закрываю, потому что вдруг эта антеночка, да, попадет мне в глаз, будет не совсем хорошо. В общем, мне нравится. Пол лица, и я готова. Почему Блёр? Потому что я сегодня буду фоткаться, и мне хочется прямо вот даже на шейку немножко потолще, ну, потому что, сами видите, вот эти все складки, вот это все. Вот, я люблю носовой посмеяться, и вообще возраст нужно уметь принимать, да. Мне скоро 40 лет, и я не переживаю из-за этого. Кризис меня миновал, потому что столько дел, пока все дела переделаешь, грустить некогда. Только мы отдохнули после Блс-клуба, начали проходить синяки на ногах. Я весь день вчера снимала обзоры, весь день вообще. Три обзора вчера сняла, вот буду, один уже вышел сегодня на Ютуб. Сегодня сходила, уже успела к мануальному терапевту, сейчас накрашусь, бегом с вами пообщаюсь, поедем в ресторан, потому что 11 лет свадьбы, да, у нас не свадьбы, а знакомства, 11 лет знакомства. Вот, вечером приедем уже уставшие, отвечу на вопросы, какие накопились, да, там в чатах, на Ютубах. Мы ляжем спать, как бы вино мы как-то такое практически никогда не пьем, но можем, я могу бокал шампанского выпить. Я прям не такой ярый противник, прямо бокал шампанского на праздник выпила, все алкоголик. Нет, я не такого мнения, вот, я и вот в Италии вина бокал выпила, красного, вкусного, ну, хочется попробовать, было, я выпила. Да, когда у нас компания Фаберлик вот бесплатно возила, она с уровня золотого директора возит всех, не только Элиту, всех возит, с уровня золота. Возит бесплатно. Моя заканчивающаяся палета для бровей, вот такой вот кисточкой тоненькой, да, я думаю, вы помните про нее, я вам ее очень сильно хвалила. Она безумно классная, я с нее кайфую, вот то, что нужно, как мне нужно, да, сейчас в моду я понимаю, что там натуральные брови, зачесанные кверху, не особо я люблю брови на полуба, потому что, посмотрите на мне глаза, у меня глаза небольшие, у меня глазки маленькие. Если я сделаю вот такие вот брови, как сейчас в моде, да, кверху зачешу, уложу, то это будет просто, ну, что-то с чем-то. Обычно, когда у меня поездки, еще что-то, я сначала накладываю карандашик, да, а потом уже на карандаш накладываю тени. Это до такой степени стойкая смесь, и мне это так понравилось, что я даже когда вот в Египте, мы ездили в арабийскую пустыню, мы там катались на багах, на верблюдах, верблюдах так невкусно пахли, если честно. Вот, и вот вы знаете, было такое вот ощущение, что вот все ли у меня размазалось, может что-то размазалось, ничего вообще идеально. Вот я красилась как раз таки этими палетками для бровей, и глаза красила, и брови красила. Все осталось, ребятки, я вообще в шоке над нашей косметикой, потому что сами представляете, что такое пустыня, и какая это вообще знойная жара, и когда по тебе бежит, ну, ты промакиваешь лицо, но не растираешь, да, как бы не стираешь, а именно вот так промокнуло личико, у нас есть матирующие салфетки, я их брала с собой прямо, да, в Египет увезла на самолете. Летали со мной салфетки. И, честно сказать, мне эти салфетки матирующие очень даже выручили, потому что текло все, кроме бровей и теней, ребят. Это очень приятное ощущение, когда ты наносишь тени без подложки, без всего, и с ними ничего не случается. У меня вот тут шрам. С детства, с юного, я даже не знаю, откуда он, поэтому не обращайте внимания. У меня тут вечная лысина, навсегда со мной. Вот, и тут тоже что-то вот, наверное, не заразились друг от друга. Вот, люблю аккуратненько, чтобы было. Кто-то мне, конечно, напишет, что брови ужасные. Нормальные брови, брови как брови. Мне нравится приедет и накрасть. Я так все время сейчас начала отвечать, и, конечно, очень интересно мне отвечают тоже, но я решила, что вот каждая женщина имеет право на все. Да, я понимаю, бывает иногда перебор, но я не считаю, что у меня в косметике бывают переборы. Так, смотрите, вот наша палетка. Артикула нет, к сожалению. Наша вот эта кисточка для нанесения пудры, но я ее сейчас замыраю. Потому что, если вот эта кисточка, да, я вам говорила, если наносить, да, вот так вот, то, в принципе, нормально. Но делать ей контуринг, да, сложно. Реально сложно делать контуринг. Вот, если взять, да, Витя, такими, как она, как будто пятнышками ложится, и она до такой степени легкая, мне ее не хватает. Мне хочется вот так ее взять в руки и наносить. И иногда бывает еще перебор, потому что она хорошо набирает, и она чересчур легкая. Ну, это сейчас излишки, они легко смахиваются, да, то есть вот такая вот плотная кисть. В общем, мне кажется, что кисть для румян, это не то приобретение вообще, которое мне нужно, которое мне было бы удобно. Да, то есть, ну, вот видите, смахнула немножечко, лучше стала. То есть, не смогла. Может быть, я потом принорублюсь, или вы мне дадите совет. Но я вот, она слишком тощая, да, вот прям слишком тощая. Мне кажется, что мне бы хотелось поплотнее. Вот, далее давайте контурироваться. Вот, и вот эта вот, она вообще шикарная. Я от нее прям кайфую, и мне прям даже прошлые брать неохота. Смотрите, как ровненько, как здорово, да. Вообще прям идеально вот расходится эта кисть. Вот она мне очень понравилась. Она, кстати, понравилась, я мастеру по макияжу ее своему показывала, да. У меня есть специалист, который хоть меня уделывает на фотосессии, да. Она говорит, что отличные кисти. Вот мы как раз вместе с ней попробовали. Потом я сама еще их попробовала. Мне удобно, да. То есть, я не визажист, но мне очень удобна именно вот эта кисточка. Кисточка хорошая. Вот, как бы все нормально. Ну как? Все равно шлирковато, да. Я хочу таких еще заказать. Жалко, что их нету разных цветов, да. То есть, иногда можно перепутать и не туда что-нибудь ляпнуть. Далее, смотрите, кисть для консилера. К сожалению, я редко пользуюсь, но, да, я вам вчера показывала, вот эта вот кисть, она просто идеальна, да. У меня просто вот, ну, нету таких проблем под глазами, потому что я пользуюсь вот таким вот кренчиком для век от Эксперта. Так, что он делает? Ну, в общем, круги убирает, вы становитесь моложе и так далее. Артикул 1247. То есть, получается, ой, вот он такой интересный. Он и дозатором, то есть, он хранится куда лучше. И он не оставляет ни липкого, ничего, и глазки как-то лучше, лучше, лучше. Но я им пользуюсь уже, наверное, около двух месяцев. Вот он мне прям подошел, понравился. Вот кого-то хейтеры, кстати, заставляют нервничать, я смотрю. А нервы, значит, в блоках очень верное решение. Светлана, очень верное решение. Вот. Евгении, хочу принести свои извинения, если я ее неправильно поняла. Но я считаю, что я вправе носить то, что я хочу, потому что я работаю дома. Вы поймите, что я, мне нет дресс-кода. Вот. Не обращайте внимания, они везде есть. Да, действительно, везде есть. И вот Настя пишет в блок сразу их. Саша Кротова, кстати. Привет, Сашечки Кротовой. Наша двоюродная сестра. Открыла директора в нашей структуре, в нашей команде. Очень за нее рада. И вот один комплимент. Тьфу-тьфу, вы классные, одевайтесь круто. Спасибо большое. Действительно, у меня вот там есть шкаф, и он просто ломится от всего. Потом, как-нибудь я вам покажу свои гардеробки, вы, наверное, с ума сойдете. Далее, смотрите, какая умница. Викуля умница. Да, Вика у нас очень сильно старается. И у меня спрашивают, вы такая молодец, все успеваете. Ребята, я, чтобы все успевать, к этому шла очень долго. Первые три года я вообще практически не высыпалась. Я призвала себя в армию, но потом я поняла, что нужно иногда отдыхать. Но и Инна Гринь, я ездила на Украину, на форум к девочкам. Канюте, там Ась Ксюша Рощак, Кариночке, Сигиде и так далее, и так далее. Там мы виделись Танюшей Сафроновой, моей вышестоящей наставницей, Николаем Андрейко. И туда выше-выше есть еще Инна Гринь. И вот она меня встретила и говорит, Анна, вы через чур сильно много работаете, и вы себя не жалеете, потом на здоровье отразится. Я тогда этого не понимала. Действительно, я этого не понимала. Как это отразится на здоровье? Есть силы, я пошу, я работаю. И я даже не подумала о том, что я действительно, на самом-то деле, оказывается, убила все-таки свою спину. Вот не знаю какой, пиджак у меня будет белый. Я, наверное, сделаю себе вот такую вот подводочку и на зеленую. Давайте сделаю синюю, с этим, наверное, перемешаю. Значит, это тоже вид новинка. Карандашик 57-59. Значит, можно ли я к себе зеркало поближе. То есть, вот, честно сказать, я, ребят, много работаю, я всегда любила работать. И я не могу сидеть без дела. У меня начинается что-то такое вот, то, что я не могу сидеть без дела абсолютно. И, может быть, я подозреваю у себя синдром менеджера. Вот, почитайте, что это такое в интернете. Я не могу расслабиться, если я бездельничаю. Потому что, когда я что-то сделаю, я кайфую. Мне хорошо, понимаете? Мне хорошо. Я сделала дело, я с собой горжусь. Я психую, когда я что-то не успеваю. Ну, как психую? Я расстраиваюсь иногда, так вот изредка, да, но у меня нет проблем с тем, что я, ну, как бы, вот я, когда начала себя делать так, что, да, то есть, видите, он такой, какой-то вот блестящий немножечко, да, такой симпатичный. Я его все-таки сделаю еще тенями, он поменяет свой оттенок, потому что я не назову его стойким. Он не стойкий. Если бы он вот так вот ложился и был таким стойким, это, конечно, было бы здорово. Но это наша только подводка блантин. А вот карандаши для глаз, их надо закреплять все-таки тенями, ребят. Вот. И со временем у меня уже собралась такая классная армия людей, которые меня поддерживают. Я абсолютно счастлива с ними работать. Когда Вике поставили диагноз, и мы начали работать и зарабатывать, мы искали белую компанию. Мы нашли Фаберлик, да, то есть мы нашли Фаберлик, это удаленная работа, работа дома. И, конечно, любая мамочка с особенным ребенком, она нас поймет. Вот. Но если мамочки могут, да, детей отдать в садик, то нашу Вику в садик не брали. Брали только с тютером. Да, то есть и получалось так, что, ну, не было у нас возможности ходить и работать на работу. Также хочу сказать, что вот многие, конечно, ругают государство, тема такая душесчипательная. Но хочу немножечко заступиться, потому что побывав во многих странах, во многих городах, я могу сказать, что много где нету пенсии и так далее. Да, да, и бесплатные лекарства вообще не выдают, вот, как бы, и все такое прочее. У нас, конечно, медицина бесплатная, это круто, это очень круто, но моей Виктории никто еще ничего ни разу не выдал. Она инвалид, и никто ничего ни разу не выдал. Выдают только пенсию, получается 30 тысяч рублей. Тушевать, не тушевать. Вот видите, уже отпечатнулось, вот тут вот чуть-чуть, потому что их надо закреплять, ребят, их прямо надо, надо, надо закреплять. Голубой палетки у меня нет, к сожалению, поэтому вот этот синий, он сейчас сбежит, он сейчас дает, его не будет на наших глазах. Вот, я, скорее всего, не эти возьму, а возьму вот это вот. Вот, тут, кстати, есть артикул 5808, я могу вам сказать. Почему эту? Потому что тут, ну, такая палитра, которая хорошо сочетается, поэтому эти подводки сейчас будут особо не видно. Я ее закреплю, да, я ее закреплю самым темным таким вот оттеночком, чтобы она у меня никуда не сбежала, и ее, и она поменяет цвет, и ее особо видно не будет. То есть наши карандаши, вот эти вот новинки, держатся только таким образом, это я вам абсолютно точно говорю, причем держатся они великолепно. Если их вот так закрепить, то здорово, да, видите, цвет немножечко изменился, но все равно очень красиво, да, вот этим вот, с таким вот, с блесками, да, с небольшими, и тогда получается здорово. Ну, и дальше я сейчас возьму, буду тушеваться, потому что получилось не так ровно, как хочется, но это потому, что я еще не начала ухаживать за своим лицом. Далее, такая кисть для нанесения теней, и вот такая большая кисть для растушевки теней. Это, конечно, да, это сложный такой вопрос, да, потому что тушевать наши тени, это, конечно, да. То есть я сейчас таким образом покрою века, крашусь впервые, и хочу сказать, что если брать чуть-чуть экономно, в плане того, что, то ничего не осыпается, ничего не надо будет подтирать, все здорово, то есть вот, видите, века опускается, и вот вы когда ставите этот бочоночек, вам нужно провести так, чтобы перекрыть вот это века, чтобы глаз раскрыть, да, то есть тут еще светлым будем делать, но пока вот так. Так, и то же самое я делаю с другой стороны, то есть с другой стороны точно так же вывожу, а потом смотрю уже, потому что у меня века всегда было тяжелым, ну, то есть, ну, такая вот, что-то типа такой вот подложечки делаем. Вот, ну, я не знаю, конечно, как оно будет сейчас тушеваться, посмотрим. То есть, ну, мне не нравится особо, как эта кисточка наносит. Сейчас попробуем тушевочку. Ну, да, тушуется замечательно. Половина теней сразу ушла в забытье. Вот. Ну, это из-за того, что она абсолютно новая. Вот, предыдущие кисти для теней мне, конечно, нравились больше, хотя и это, ну, можно сделать нормальный макияж. Можно. Ну, то есть я не против. Но могу сказать, что получается аккуратно, хочется добавить и вот выровнять. Не совсем же, конечно. Вот. Непривычные кисти. Когда годами привыкаешь к кистям, то сложно потом на другие переключаться. В этом есть мой минус. Я, допустим, не люблю вот такая вот дымка получается интересная, легкая. То есть, мне кажется, что они слишком длинные и мягкие. Мне бы хотелось что-то немножечко пожестче. Ну, так-то, в принципе, ничего красиво, да? Но хочется что-то пожестче. И вот этой вот маленькой кисточкой для растушевки мне понравилось подводить нижние века тенями и получается красиво. Ничего, так, глазик раскрывает хорошо. Я вчера ей немножечко побаловалась с вами. Опять мыла, опять у нее полночи сохли. Да, то есть, и вот тут вот эту подводочку еще подзакрепить. Конечно, черного не хватает. Не хватает очень сильно. И чуть-чуть я нагрошила. Дальше. Вообще, как лично я все успеваю, это то, что у меня сейчас работают няни. Няни с хорошим, очень педагогическим образованием. Одна няня ABA специалист. Тоже можете загуглить, посмотреть. То есть, кто это такой. Вот. А вторая няня. Но мы ищем новую няню, кстати, не можем найти. Помогайте кировчане найти нам новую няню для нашей рекуси. Много кто ее боится. Все люди боятся брать ответственность. Вот. Получается, вот эта кисть для румян, она очень хорошо подходит именно под хайлайтер. Прямо идеально подходит. Ни под что другое я ее не смогла сделать. Прямо не смогла. То есть, вот так вот таким вот образом. Тогда получается хорошо. Самое то прям вот такой невесомый получается отливчик, да? Вот. Дальше, конечно же, тушь. Еще, кстати, гельчик для бровей мне попался 57-39. Хочется, конечно, бровки поровнее причесать. Вот. Потому что они у меня густущие прямо. И когда ровненько их расставляешь, очень даже неплохо получается, да? Но я только начала. Смотрите, еще... Похудей. Мне очень нравится. Как после него помада на губах лежит. 45-77. Со вкусом кактуса. Вот прям нравится. Я потом его стираю. Кстати, забыла вначале положить. И, да, на губы. И вот эти гидрогелевые патчи я делала, когда села покушать. То есть, после мануала немножко посидела, полчасика покушала, кофе попила. И нанесла вот эти гидрогелевые патчи себе и маме. Просто смотрите. Вроде бы возрастные глаза, а даже хайлайтер, ну, вы видели, я его не наносила. И выглядит ровно. Ну, вот тут вот, видите, у меня сильно глубокая морщинка, да. Вот. Потому что я сплю вот так. Вот не могу никак. Я сплю именно на этой стороне. И у меня постоянно вот... Надо приучаться спать. Я сплю вот прямо на этом боку. Вот. Но они были глубже. И вот тут вот я этот патч ставила. И смотрите, она как бы уходит. Да. Вот это вот я так вот люблю все время морщиться, что-нибудь выпрашивать у мужа. Помоги! Вот еще хочется сделать такое признание. Тушь. Тушь, получается, с артикулом 5683. Какой это Дейзингер. Не заметила ее, да. То есть помните, да, ее вот с этой скривой штучкой. С такой вот кисточкой. Вроде бы ничего, но она осыпается все-таки. Через 5-6 часов она осыплется. Поэтому я открыла новую Click & Go. Вот эту вот нашу. Несколько взмахов. И веер такой прямо. Да, 57-67. Вот этой тушью я буду докрашиваться тогда, когда мне никуда не нужно. Когда я дома, веду просто вебинары, там прямые эфиры, какие-то обзоры снимаю. Все-таки не зашла у меня та новиночка абсолютно ни в коем разе. Вот. Ну и еще, конечно, ответить на вопрос, как я все успеваю. Я много очень научилась делегировать. То есть учитесь делегировать. Я про это рассказывала много раз с топ-лидером. Как научиться делегировать, как. Вот видите, она еще не раскрасилась. Новенькая, только вот первый раз крашу ей. Но кисточка очень удобная. Видите, по глазу хорошо идет. Прямо вообще великолепно. Прямо мой размер. И делегация – это наше все. Особенно если у вас свой бизнес. Если у вас есть семья, если у вас есть родители, о которых уже нужно заботиться. Понятно, что у меня родители уже не молодые, если мне уже скоро 40 лет. И, кстати, эта тушь первая в мире клик-н-гол. Нигде аналога такой туши пока нету. Поняли, да? Не откручивать, а нажал, и она открылась. Поэтому она клик-н-гол называется. И, конечно, когда ты разрываешься, вот сегодня я ходила к мануалу, я очень многосадачный человек, и объяснила симптомы. Он прописал маме МРТ. И я маме говорю, давай, учись сама, звони. Она стеснительная, очень боится записаться. Не знаю, по каким причинам. Я говорю, папа, давай ты записывай. Маму к врачу говорю, мы все оплатим, но учитесь записываться на прием сами. Вот у вас бумажка, набираете, звоните, вот, и записываетесь. Ну, она как бы так это покапризничала немножко, но сказала, ладно, я позвоню. Я говорю, мама, ты должна понимать, что мне некогда, ты на пенсии весь день. Вот, поэтому давай, помогай нам, чтобы у тебя все было хорошо. Тебе, ну, ей там прописали УЗИ почек и МРТ. Я говорю, вот давай, собирайся сама. Папа, папа тебя свозит. Ну, город же неплохо знают еще пока, что они недавно переехали к нам, 3 месяца назад. Вот. Накрасила же кучу целую ресниц. И месяца 3 вернее назад, извините, ребят, заговариваюсь. Я бываю, бываю, заговариваюсь, кто меня долго знает, уже не обращает на это внимания. Вот, то есть таким вот образом я делегирую. Да, вот сегодня, например, я сделегировала на мужа выбор ресторана. Он меня пригласил в ресторан. Я говорю, дорогой, вы бери сам. Я тебе доверяю, ты ни разу меня в плохое место не позвал. Он кому-то там позвонил из друзей. Друзья ему сказали, вот, есть ресторан-конюшня, где сделали недавно ремонт. Вы после ремонта там точно еще не были. И муж позвонил, занял там столик, все. Я говорю, Антош, мне же надо быть красивой, давай договорись. То есть тут энергию сэкономила, да, там энергию сэкономила. Но позаботиться. То есть я вроде бы как заоднакием организовываю что-то на постоянной основе. И у меня получается так, что я не торопясь все качественно делаю. Но тогда, когда подворачивается случай. То есть если дело не горит, то я не переживаю из-за этого. И могу отложить, допустим, мама со спиной. Про спину мне говорила неделю назад. А я только вот сегодня у мануала спросила, что мне с ним делать. Потому что он врач от Бога. Клиника Савермет, город Киров. Ребята, не пожалейте денег, сходите к нему. Вот, 2400 прием. У меня там какие-то бонусы накопились. И сегодня я заплатила 1700 всего лишь из того, чтобы бонусы какие-то накопились, списались. Поэтому спрашивайте там у администраторов. В общем-то рекомендую вам очень хорошего врача. Это не реклама. Если кто подумал, что это реклама. Неправда. Это от чистой души, от чистого сердца. Вам мой совет. Вот мне кажется, все-таки маловато подводки. Вот. И что я еще хочу? Я не знаю, что я сейчас вытворю. Я переживаю, но я это сделаю. Так, следующий вопрос. Вот в Инстаграме мы ходили на шарики. Как вы помните, да? Я купила шарики. Да, это я Викусь. Да, Викусь не качала. Вот. И спрашиваю, сколько стоит это увлекательное развлечение? Везде я оставляю всегда, вот что хочу сделать. Везде я оставляю всегда ссылочки. Проходите и спрашивайте. У нас индивидуально под фотосессию был снят зал. Понимаете? Вроде бы мы веселились, но мы пригласили фотографа и поработали во время веселья. И, хух, поработали во время веселья. И что симпатично получается. Очень даже. И он нас там пофоткал, и мы попросили, чтобы там никого не было. Потом они за то, что мы сняли на 4 часа целый зал, сделали нам скидку. Хорошие, да? То есть, вот, ребят, этого и не хватало. Смотрите, как хорошо получилось. Угу. Да. Так, артикул. Артикул 5784. Угу. Вот, как раз этого и не хватало. Ух ты, высохло, да? Так, давайте еще раз смахнем. Сохнут мгновенно. И, когда мы туда ходили, с нас нам сказали, 3000 час, ну, сделали 2000 час из-за того, что групповая съемочка была. Там все очень комфортно. Можно отмечать какие-либо дни рождения. Там действительно классно. Я к этим ребят, теням, абсолютно привыкла. Угу. Абсолютно привыкла. Кстати, они не такие желтые, как на камеру у вас. Они более такие изящные, кстати, цвет. Камера моя, броша, груша. Да. И получается вообще красивый такой оттеночек. Угу. Ну, и подводки, конечно, не хватает мне. Не хватает, маловато как-то. Ага. Надо подтверждать, чтобы они высохли. И они тогда будут очень-очень стойкие. Вот. Поэтому радуйте детей. Ходите по таким клубам. Это реально круто. Ходить в такие вот клубы. Анна, хотела спросить про наш блендер после переволки мяса. У вас мясо забивается ли на... Так, поделиться ответом. На крышке остаток. Вроде бы нет. Вроде бы не забивался. Давайте, сохните. Я еще немножечко тут сейчас. Поотвечаю. С какого уровня я начала вести личный бренд? С 6%, ребят. С 6%. Там 200 баллов объем личной группы у меня был. Аня, вы краситесь краской Фаберлик? Нет. Нет, я не умею. Я один раз сожгла очень сильно волосы, когда уснула. Это еще было краской, конечно, не Фаберлик, но Ари Флейм. И я... Я боюсь. Я боюсь. Мне страшно. Потому что я сама... Кимоно зацепилось. Я сама... Да, я сама могу нечаянно, получается, что-то сделать. не то, что-то сделать не так. И тут, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы мной занимался в этом плане специалист. Я прямо на этом настаиваю. В общем, ребят, кисть мне не понравилась. Беру свою любимую. Вот она красотка вся ободранная уже. Я обрадовалась, но нет. Вот это сразу наносит. Сразу много, сразу хорошо, сразу великолепно. Я сразу вижу результат. Никаких проблем нету. Жиг-жиг. Все. Эти мне не понравились кисти. Вот. Дальше, значит, уже у меня подсохло. Я возьму такой вот оттеночек. И тут вот выровняю получше. Сделаю немножечко переходик, чтобы было хорошо. Ну, и вот кистью растушевки действительно можно растушевать, если где-то что-то вам кажется каким-то неровным, не таким и все такое прочее. То есть для растушевки вот что-то легонькое потушевать, да, действительно здорово. Но я бы ее тоже под хайлайтер бы отдала и все. И не мучилась. То есть таким вот образом. То есть это, вот это кладется просто великолепно. Смотрите, как здорово, да? Великолепно кладется сразу же. Вот это вот старое. К новой я не могу привыкнуть. Она слишком тонкая. И это не для моих глаз. Тем более глаза уже возрастные, да. Как вы видите, вот это вот нависает сильно. Да, вот если я расслаблюсь, то там очень надо долго добираться, да, до век, да, до дна. И я мучаюсь. Я реально мучаюсь. Это мне по мне. Вот. Что я сделаю дальше? Конечно же, наши помады. Так как у меня будет белый пиджак, я думаю, я буду вот из этих помадушек взять. Или все-таки вот эту. Я думаю, я вот эту возьму. Она получше будет. Как-то вот она мне больше нравится. Так. Угу. Так, осталось у нас с вами двух для губ. Так, стираю бальзамчик. Сразу губки какие хорошенькие стали. Давайте кисточкой наносить. Вообще я люблю вот так. Угу. А потом кисточкой подравнивать. Потому что наносить полностью, да, то есть мне нисколько не хочется. Кисточка прям хорошо набирает. Видите, такую дырочку. Кисточка для губ идеальна. В общем, не все мне из кистей понравилось. Да, четкие губюшки можно сделать. Можно из-за контур немножко выехать, пошалить. Так, сегодня я в ресторан. Маска не нужна. Если маска, то я такими помадами не пользуюсь. Удобно, ребят, быстро, насыщенно, упругая очень кисточка. Хорошая кисточка. Ну да, мне нравится. Куда... Ух ты, палец был в помаде, представляете? Ух ты. Ну, куда ровнее и лучше, конечно же, с кисточкой. Но также эта кисточка, пусть она и маленькая, ей можно... Да, не буду сейчас тут задевать, да. Вот в этих местах тоже очень удобно ей будет что-то делать. Прямо идеальнее то, что она с колпачком. Отлично просто. И у меня тут для излишек немножечко есть тут я с кисточки излишки убираю. Влажная такая вот штучка, которая смочена в, получается, в тонике. Да, то есть один ватный гис, у меня всегда тоником и мочен. Я вот так вот кисточки вытираю. То есть я ими покрасилась, я вот так вот любую кисточку протираю и потом только вот вставляю, да, таким вот образом. Мне очень даже нравится. Ну что ж, ребята, все. Мы можем начинать делать прическу. Плоечка у меня, тюльпанчик. Я подавлюсь немножко. Голова чистая. С утра мыла. Вот. Тут у меня что-то вот рыжит уже немножечко. Но это почему-то на камеру. Живую и нет. У меня вообще камера любит делать какие-то рыжие цвета и так далее. Не знаю почему. Почему так происходит. Я думаю, нормальный мейк. Не супер. Не супер такой прям яркий. Потому что все-таки идем в ресторан. Не хочется быть сильно серой мышкой. Вот. Я немножечко посильнее накрасилась. Ну, конечно, тени отлично просто играют. Вот эти вот. Как же тот? Diamond. Diamond 5784. Прям понравились они мне. Живую вообще шикарно смотрится. Еще лучше, чем на камеру. Золотистая прям огонь. Так. Ну что, нагрелась. Я буду завивать только кончики. Наш лак. Наш лак очень хороший, ребят. Кто под него не приноровился. Кто его не прочухал. Я вам просто сочувствую. Ну, не прочухал в смысле не понял, да. Вот. И про бренд. Почему? Как я начала вести бренд 6%. Когда я пришла в компанию Faberlic. Обучения толкового особо не было. Да. То есть, ну, не было обучения. Давайте будем смотреть правде в глаза. Были какие-то поздравлялки. Был какой-то там вебинар раз в неделю. Вела только Танюшка Сафронова. Николай Андрейко, кстати, огромный молодец. Знает два языка. Вот. Тогда он тоже вел вебинары. Но очень стеснялся. Проводил очень редко. Понимал вроде бы, что нужно. Но проводил редко. И я поняла, что нету никакой системы толком. Нету ничего, да. То есть, вот этот один вебинар в неделю, это вся система, да. То есть, поздравления, вебинар. Вот. И это, конечно, очень-очень тяжело осознавать, что, блин, ну, народу мало, да. Народу мало информации. И хотелось бы, конечно, побольше. Но как ты начнешь требовать с наставника что-то там, если ты, если ты сам по себе такой человек, который пришел зарабатывать деньги-то кому нужные, да. То есть, наставник, он помогает как может. Если тебя что-то не устраивает, по идее, я считаю это справедливо, ты должен это сделать сам, да. И вот тут как раз и получилась такая ситуация, я их буду полуразвивать, поэтому, лохматые видны, обращайте внимание. И получилась как бы такая ситуация, что я начала с 6% сама проводить вебинары. То есть, у меня было примерно, мы научились находить по 11 регистраций в день. В то время мы очень много работали, прям очень много ребят работали. И я не буду отказываться и говорить, что все было легко и просто, нет. И, конечно же, когда такая ситуация приключается, когда деньги нужны еще вчера, ты пашешь, ты пашешь, ты переживаешь за свое будущее и работаешь много и не ленишься, если веришь в этот бизнес, да. То есть, многие люди, они же себя не верят из-за того, что думают, что вот это у них получилось, у меня-то не, не получится. Или, ну, это ты же смогла, я-то не, не смогу. Ну, и всякое такое, да, забыслитесь. Много вот этого всякого бякова. Но тут уж ничего не поделаешь. Да, сколько людей, столько и менее. И вот как раз-таки я начала проводить вебинары. И я, ух ты, заживала. Я начала их выкладывать на YouTube-канал. И после того, как я их начала выкладывать на YouTube-канал, меня начали смотреть не только люди из моей команды, но, в принципе, и все начали смотреть. Это где-то лет 6 назад началось, да, у меня получается. Вот. И самое интересное, да, то, что люди на меня подсаживались, начали друг другу пересылать. И, ну, мы прям посмеялись тогда, потому что мы даже не знали, что мы этот бренд создаем. Я в соцсетях для своих любимых родственников начала выкладывать, что вот я 12%, 15%, 19%, да, 23% директора открыла. Вот. И мне начали звонить, писать, начали лайкать. Да что хоть? Что я его сломала, что ли? Да, начали лайкать. Это все понеслось по лентам друзей и друзей. Тогда это еще были одноклассники. Мой мир, да, кстати, мой мир. И вот я выкладывала всюду, все везде. И я не знала, что такое слово бренд, но, оказывается, я его начала вести с 6%. Ну, это я уже потом поняла, да. Вот. И после того, как я это уже поняла потом, я, и, конечно, сама себе благодарна, что я была такая неустанная. Я переписывалась много в чатах. Я была очень-очень активной. И, получается, из-за того, что я то рекрутировала, то в чатах переписывалась, то на вопросы отвечала, то вебинары составляла, то я их проводила, да, обрабатывала, выкладывала на YouTube, у меня не было ни минутки времени свободной, да. То есть я реально пахала, и я до сих пор пахаю, я люблю пахать. Вот. Это прям мое призвание. И так получилось, так получилось, что я в итоге развела свой личный проект, саватого не понимая. Ко мне начали люди проситься в структуру сами, да, где-то через год, не раньше. Начали люди в структуру сами проситься, начали спрашивать, расскажите там подробнее, что такое. И я, да что хоть это, я начала понимать, что я делаю что-то такое, что привлекает людей, и я делаю, между прочим, это и неучу этому структуру и команду. И я начала их это учить, 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 и один ученик, ну, девушка к нам в другой компании пришла, говорит, Аня, так это бренд называется. Я думаю, ну, думаю, вот что такое бренд, а я же как-то вот, не знаю, почему-то я не загуглила ни в Ютубе, нигде, я даже не понимала, бренд и бренд, бренд навести. Я не знаю, что такое бренд. Она говорит, ты бренд, вот с какого числа уже ведешь. В общем, получилось так, что мы набрали 20 тысяч подписчиков быстро очень в Инстаграме, 5 тысяч друзей ВКонтакте, причем люди сами к нам просились, сами шли. И вот тут как раз случилась та ситуация, что я сама, не понимая того, сделала очень клевое дело для своего будущего, да. И я благодарна тому, что вот я такая неленивая, что я везде оттуда общалась и не забывала хвастаться итогами команды, итогами своими, не забывала рассказывать. И лайками меня разносили, потому что когда-то Аня, бывший продавец, вот ушла в декрет и начала деньги пахать, да, начала деньги от него пахать, говорю, зарабатывать, да. И вот тут как раз та самая ситуация, когда не знала, что я его веду, но вернула. Так что поздравьте меня, я просто, можно так сказать, счастливчик. Вот. Ну и где-то с уровня уже золотого примерно директора я начала получать входящие заявки, люди ко мне начали сами проситься. И идут ко мне по 2, по 3, по 5 человек в день, смотря какой пост напишу, смотря какое видео выпущу. Ну вот с этого видео, которое я, например, снимаю, я точно знаю, что регистрации не будет, потому что я вам просто села ответить на вопросы, это не совсем интересно, да. Вот. Это, можно сказать, для узкого круга смотрителей, да, зрителей. Чисто для тех, с кем мы уже давно, кто меня давно знает, да, кто меня давно знает, да, мы давно уже все диреками в компании. Вот. И как раз таки бренд у меня начался, хотя я сама того не понимала, так, начался очень даже хорошо и качественно, и с той ноты, потому что самое главное, когда я поняла, самый главный успех, это когда новички сдуру, сами того не понимая, выключив мозги, по-другому я это не могу назвать, начинают говорить, я не буду вести бренд, у меня еще статус маленький. Так вот, когда у меня был статус маленький, на меня и подсело огромное количество человек, потому что я начинала рассказывать, с какими сложностями я сталкивалась, что у меня было, что у меня приключалось, понимаете, и я все это рассказывала в постах, я все это рассказывала в видео, я все это говорила на вебинарах, и у меня получилось так, что люди за меня болели, за меня переживали, ко мне приходили, потому что я, наоборот, была честная и открытая, я не ждала какой-то там супер-пупер статус, чтобы начать им хвастаться, что вот у меня все круто, я на глазах людях в открытую выросла, с нуля, с нуля до статуса партнер я росла на глазах у людей, и те, кто, как вам даже сказать, и те, кто давно на меня подписан, они эту историю знают, и знают, что я проводила вебинары через день по полтора часа, вы представляете, целый год одна, одна, никто мне не помогал, никто ничего не проводил, вот, и я вела одна, а потом уже моя любимая дорогая команда, когда они стали директорами, они тоже начали проводить вебинары, марафоны, какие-то идеи у них были классные, и я их всецело поддерживала и гордилась ими, и все такое прочее, и, да, эта сторона как-то получше пошла, да, давай защипывайся там, и вот с этого момента и начался мой бренд, то есть я сама того не зная, начала вести бренд, да, и советую всем начинать вести бренд, только вы пришли в компанию, что вот вы начали, вот вы на таком-то уровне, вот вы на таком-то уровне, вот к вам в команде столько-то человек, то есть это все нужно рассказывать, чем больше вы рекламируете продукт, в принципе, тем хуже. Я начала заниматься блогерством, потому что я понимала, что я устала от бизнеса, и, ну, блогерство такое любительское у меня, да, мои обзоры, это мое хобби, это не работа, мне просто нравится пробовать все новое, все интересное, мне нравится это все исследовать, и вот все мои обзоры, мои поболтушки, и вот это даже наша с вами поболтушка, скорее всего, почему она вообще возникла, потому что, может быть, муж меня так много не слушает, потому что я люблю поболтать, такие вот мы с вами, да, вот. Ну, вот, наверное, и все, причесочка сделана, сейчас подостынет, я еще вопросики поищу. Да, еще очень такой интересный вопрос, Аня, почему у вас нет айфона? У меня есть восьмой айфон, у меня есть седьмой айфон, но больше айфонов мы не брали, больше айфонов мы не покупали, но вот тут собираемся, да, купить, потому что мне нужен третий сотовый телефон, на данный момент у меня телефоны не дешевле айфонов, поверьте, и айфон это не показатель того, что вы миллионер, а айфон это показатель повыкрутасничать, да, все любят яблочко свое показать, но я вам еще раз говорю, я не кичной человек, и чем я куплю, там, не знаю, какую-то шмотку себе за 200 тысяч, я лучше эти 200 тысяч потрачу на интенсив, свожу Викторию, там, конечно, не 200, а 500, свожу Викторию, я лучше маме оплачу лечение, да, я лучше, вот я сейчас оплачиваю родителям массаж, это, поверьте, массаж мне, массаж Вике, массаж Антону, маме, папе, это 5 человек, плюс мой папа приезжал, жил у меня 16 дней, это тоже 16 массажей, это примерно около 80 тысяч в месяц, и вот скажите, я зачем буду покупать айфон, когда у моих родителей болит спина, вот я не понимаю таких людей, которые, вот это, наверное, надо переподвить или не надо, давайте посмотрим, да нет, вообще-то все хорошо, да, тут еще горячевато, да, и получается, я буду считать себя абсолютно эгоисткой, потому что все-таки я миллионер, но я не миллиардер, да, то есть я плачу зарплаты, я работаю с публикой, я, у меня недавно появился секретарь, огромная радость, мы очень много куда-то ездим, мы тратим много денег на поездки, на лечение Вику, на интенсивы, на всякие кружки, на родителей, и практически ничего никуда не инвестируем, инвестиции мы начали только недавно, если у нас получится, мы вам расскажем, дадим совет, но пока нет, пока мы ждем, вот, поэтому, почему у меня нет айфона, куплю айфон, да, действительно, хочу вот с этих выплат сходить купить айфон, но даже не знаю, нужен ли мне этот айфон, какая у вас тип кожа, сухая, комбинированная, с Т-зоной, как патчи, класс, огонь, вот это вот про эти патчи спрашивают, айсо, огонь, ребята, классные патчи, ну, в принципе, как и получается все остеренные, вот, дальше, не знаю, наверное, уже все, вопросов уже не последует, ну, все, мои хорошие, ответила вам на все вопросики, так, люблю вот так вот растрасывать, а потом укладывать, не люблю ровной, красивой прически, я люблю делать, как попало, да, буду сегодня Аллой Пугачевой, мне, кстати, нравится ее прическа, я не подкалываю, я восхищаюсь силой этой женщины, ребята, да, ну, вот, реально сильная женщина, через какие сложности она прошла, одного богу только ведана, да, осуждать успешных людей легко, попробуйте такого успеха добиться, такого влияния, каждому дано столько сил и выносливости, так, ну, и кудри я снизу, лак 89-70 артикул, закрываю свое лицо и начинаю снизу, хотя они у меня налаченные, но я вам еще раз говорю, я человек очень потный, поэтому я не хочу, ну, то есть так вот завитушечку тут закреплю, не хочу рисковать, хочу быть красоткой, тут я чуть-чуть поставила, как вы видите, так, тут у меня завитушечка не особо получилось, но я ее сделаю, да, я все, ребят, делаю сама, и когда мне муж говорит, зачем ты тратишь столько денег на стилистов, вы знаете, скорее всего, из любопытства, что же они со мной сделают, чтобы что-то новенькое своровать у них какую-то новую идею, может быть, даже из-за этого, да, так, вот таким вот образом, вот, ну, и сзади, где сзади у меня все хорошо, я буду надеяться, сейчас посмотрю, зеркало, все хорошо, вроде бы, да, хотя бы все нормально, да, нормально, ребят, такая советность, как будто вы мне сейчас ответите, да, хотя я видео снимаю, не прямой эфир веду, ну, если проводить прямой эфир, это надо все подготавливать, ну, сами понимаете, я вечно все забываю, и вы будете, вы будете полролика смотреть на мою спину, как она там копается в шкафу, да, я такая, ну, все, ответила на все ваши вопросы, вот, вот, и причесочку сделала, приятно было пообщаться, потому что я знаю, что вы мне напишите много классных комментариев, честно сказать, я их жду, и просто хочется мне вам пожелать в этот день, будьте счастливы, если у вас есть две руки, если у вас есть две ноги, вы счастливый человек, а еще если у вас есть деньги заплатить за интернет, вы можете покорять, покорять все вершины, и, кстати, меня позвали в Москву, потом расскажу, зачем, руководство компании позвало.